Улица Декабристов, 57. До недавнего времени это место было связано только с личностью известного русского поэта Александра Блока. Однако стоит повернуть в арку этого же дома, и мирную обстановку Петербурга сменяет другая реальность. Современная донбасская реальность. Это место выглядит как настоящее бомбоубежище, а большинство его обитателей – те, кто воевал на Донбассе – украинские ополченцы и российские добровольцы. Они хотят рассказать правду, как на самом деле обстоят дела на юго-востоке Украины. Для этого здесь, в подвале, откроют выставочное пространство, назовут его Музей Новороссии. Кто-то тут живет уже не первый месяц, другие лишь иногда заходят, чтобы помочь. Трудиться приходится каждому. Времени осталось немного. Открытие музея 9 мая. Полина Петербурженко. В музее она администратор, однако развитием групп в социальных сетях и бумажной работой ее обязанности не ограничиваются. Собираю гуманитарную помощь, привозят люди нам и медикаменты, и еду, и одежду для ополченцев и для людей, которые остались на Украине. Кроме того, в музее работы много, потому что все это создается в нашей инициативе. Бывает порой, мне приходится что-то, и ребят покормить, и может быть даже каким-то тяжелым трудом заняться, коробки потаскать. Полине 23 года. Позади – успешная карьера в гостиничном бизнесе и работа стилистом в самом дорогом торговом центре города. Сейчас девушка все свое время посвящает музею. Лишь по пятницам приезжает в ночной клуб. Не ради развлечений, а чтобы немного подзаработать администратором. О своем решении отказаться от прежней жизни Полина не жалеет. Выбор сделан осознанно. Будем исходить с того, что это такой действительно братский народ нам, и у многих там и родственники, и друзья. Я, когда из 30 человек, половина уже не имеет родителей, и людям в принципе нечего есть. Ну, я не знаю, нужно быть просто очень жестоким человеком, чтобы что-нибудь не сделать. С 13 лет Полина пишет стихи. Только теперь они не о любви, как раньше, а о смерти, войне и погибших там, на Донбассе. Решение близкого друга пойти воевать повлияло и на творчество Полины, и на ее жизнь. Мы вместе были в мотоклубе, очень хорошо дружили. И в конечном итоге, в декабре прошлого года, я узнаю, что он уехал в Украину. Я углубилась в проблему в это все, и узнала, что он там делает, зачем он туда поехал. И после этого мне стало, скажем так, жаль людей, я начала переживать за эту всю проблему, и начала заниматься гуманитарной помощью. Евгению 32 года, однако о высшем образовании он задумался лишь сейчас. Говорит, учиться никогда не поздно. В свободное от подготовки к экзаменам время Евгений приходит в музей. Здорово, Полик. Привет. Как дела твои? Отлично. Поступить в университет для Евгения – не просто желание. Решение стать сотрудником МЧС службы связано с его жизненной позицией. Чтобы что-то получить по жизни, надо что-то отдать. А мы, в основном, люди привыкли гребсти. Я хочу помогать людям, к сожалению, когда-то в своей жизни, может, я совершил ошибки, не успел сделать то, что я хочу. Но сейчас я обязательно это сделаю. Прошлым летом Евгений однозначно решил – надо ехать на Донбасс. Дата была выбрана – 14 июня. Однако обстоятельства заставили перенести поездку почти на полгода. Это была пятница, 13-е. Я выехал за плеером на мотоцикле. На следующий день я должен был уезжать на машине, чтобы мне не скучно было ехать с гуманитаркой до туда. Выехал за плеером, и меня на полном ходу сбила реанимация скорая. В декабре, решив все проблемы со здоровьем, Евгений уехал на Донбасс. Там он получил позывной – опричник. Земляков на войне Евгений встретил много. По словам одного из волонтеров музея, петербуржцев там больше тысяч. Опричник уверенно утверждает – российские добровольцы не воют против Украины. Истреблять фашизм – это, по его словам, у них в крови, особенно у ленинградцев. Наши войска стояли на тех же рубежах, что стояли наши деды. Причем в тот же месяц и в те же числа. Это как бы о чем-то говорит. Если командир карательного подразделения разбивается о памятник русскому солдату насмерть и еще убивает одного человека, а памятник при этом не страдает, ну, я думаю, это о чем-то говорит. Все-таки Бог все видит. Опричник не упустил возможности встретиться с байкерским клубом Донбасса. Ведь для Евгения мотоцикл – нечто большее, чем увлечение. Это мой кислород, это мой воздух, да, это мой адреналин. Для байкера побывать в байкерском клубе на территории боевых действий, да, это многого стоит. Война изменила отношение Евгения к жизни. Это заметили и его родные. Мне даже мама говорит, что я приехал оттуда совершенно другим. Для меня прошла переоценка ценностей полностью. Там проблемы под войной, под мирным небом – это все лишь недоразумения, которые решаются. Точное число погибших добровольцев из России не установлено. По различным неофициальным источникам цифры разнятся от нескольких сотен до тысячи человек. Среди них есть и друзья Евгения. Если бы я знал бы, что вообще так все случится, что они погибнут, я даже думаю бы, у нас отношения были бы чудики, еще более теплые и близкие. Война вместо мирной жизни. Такой выбор сделали русские добровольцы. Некоторые помогают мирному населению Украины, не выезжая за пределы России. На вопрос, почему уехал на Донбасс, отвечает не каждый, слишком лично. Для кого-то жизнь на фронте страшна, но значительно проще, чем под мирным небом. Там есть только свои и чужие. Да и цель одна – победить. Кому-то не хватает адреналина. Другие – патриоты. И борьба с противником у них действительно в крови. На открытии музея посетителям раздадут точную копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 года, что помнили тех, кто погиб, защищая свой народ. Это как немецкие войска подписали акт о капитуляции, что они полностью признают победу российских войск над фашистской Германией. Когда-то здесь звучали «Ночь, улица, фонарь, аптека». А сегодня на «Декабристов 57» другая поэзия. Белым пеплом укрыло навек патальоны части почти 100 человек. Снять для них теперь дом и тюрьма, ведь живыми больше не быть никогда. Субтитры создавал DimaTorzok